всем привет ставим лайки кому не жалко да я обычно смотрю эфиры после эфира то есть записи сейчас посмотрю прямой эфир здорово а я бы с вами сегодня знаете как то какую тему хотела бы поразмышлять как вы относитесь к теме вечности сейчас столько столько они говорят в этой вечности и у нас появились бессмертные бессмертные что мужчины что женщины причем причем бессмертные но естественно на словах да почему я говорю на словах потому что мне кажется что все-таки бессмертие но если мы говорим в прямом смысле этого слова то это наверное ближе к тому когда человеку ну хотя бы лет сто да и он говорит ну я бессмертный ну ты еще можешь задуматься на насчет этого причем он должен быть в плюс-минус приличной физической форме то есть это не лежачий старичок или старушечка который там я бессмертно и у нас как раз есть такое такое разногласие она даже не разногласие а такое несоответствие я бы наверное сказала несоответствие того что у нас у нас тело тело отведено какая-то какой-то срок определенный а то что есть в теле она бессмертно и вот этот вечный вечный двигатель несоответствия он все время придумывает что-либо чтобы это как-то изменить хотя все говорят о смирении да и вот вечность я наверное бы его и и позиционировала как вечность придумали люди для того чтобы оправдать свою жадность такая великая вечность да и стакию с такой не очень приятным словом жадность что за корреляция но естественно я не претендую на истину еще раз говорю да кто смотрит может быть меня первый раз просто высказывают одно из своих видений то есть их может быть много и как раз что такое вечность в контексте жадность это смотрите когда когда мы думаем мы же не знаем сколько нам осталось прожить да у нас есть предположение конечно же многие могут сказать я знаю сколько мне жить и это все чувствую и тому подобное но это я наверно в общепринятом смысле это скажу вот смотрите когда вы думаете что вам еще жить например там столько то то что вы делаете вы ходите на работу вы зарабатываете на квартиру чтобы дальше где-то жить что вы жили где-то ваши дети ваши внуки вы берете кто-то там берет какие-то кредиты и субсидии что-то делает чтобы что-то было на будущее и это что такое это как бы для себя для своей семьи еще для чего-то я не говорю что это плохо я просто говорю что это факт но когда тебе говорят ну например тебе осталось жить до завтра до послезавтра то что человек делает то он моментально все что у него есть он и он это хочет раздать потому что он знает что ему это уже не пригодится он это хочет отдать тому подарите этому там в детские дома там еще что-то ну что-то пытается сделать что-то уже приятно раздать себя приятно не только финансово но и какие-то делания но и какие-то действия он сразу же раздает себя в состоянии какой-то благости какой-то любви когда в его понимании заканчивается вечность и только из состояния вечности ты хочешь брать ты хочешь копить и почему меня на этот на эту мысль на натолкнула мне недавно написал один мужчина ну он наверняка очень известен в определенных кругах и он говорит у меня есть все но я понимаю что я не вечен у меня уже здоровье вот на таком-то уровне я готов заплатить любые деньги но у меня на этом идет эфир на этом телефоне если ты можешь от инвестили грамм никак не пишешь как с моего на мое а ну не знаю в общем посмотреть у меня телеграм есть на компьютере либо тишки но я только увижу и то если в одну строчку а ответить то не смогу а хорошо вот и он говорит я готов заплатить любые деньги вот прям очень много сколько тебе не снилось но чтобы ты меня вела в состояние вечности либо в состоянии хотя бы мне мне дала еще хотя бы лет сто жизни и я понимаю про что это это знаете это про то что ты из из состояния своей своей одаренности своей амбициозности своей удачливости своей своей наверное какой-то силе есть известное большую часть жизни ты не видел себя большую часть жизни ты работал ты зарабатывал ты строил какие-то бизнес проекты заводы пароходы и когда ты понял что вот у меня уже есть то к чему я шел у меня есть то о чем можно насладиться чем можно с чем можно покайфовать и чего можно покайфовать то есть когда человек в этом материальном мире может позволить себе любой материальный предмет может позволить себе любой материальный предмет через свое финансирование но тело уже не может его ощутить тело уже не может его оценить Тело не может его уже взять с той эмоцией, с тем вожделением, когда это было столько лет назад, когда не было этого финансирования. И вот смотрите, какой замкнутый круг получается. То есть, когда я хочу насладиться чем-то материальным, чего у меня нет, я жажду этим насладиться, я иду туда, я иду туда, чтобы этим насладиться. Когда я туда прихожу, когда я могу этим насладиться, тогда у меня уже нет возможности этим наслаждаться, у меня нет тех эмоций. Это знаете из той серии «Хороша ложка к обеду», да? И что бы мы ни говорили, какие бы философские речи бы мы ни пихали, надо быть в состоянии, надо быть вот так-то, надо быть вот так-то. Но факт остаётся фактом. И большинство из людей, большинство из вас точно так же, вы пытаетесь быть в моменте, вы пытаетесь наслаждаться этой жизнью. Но у вас всё время есть приоритетность, всё время есть приоритетность. То есть, если я вот это сделаю, то у меня будет, то есть, я сегодня, например, хочу поваляться на море. Но у меня есть проект, который стоит определённых трудозатрат моих. И я уже начинаю взвешивать на весы. Я хочу на море поваляться, или всё-таки я сделаю вот эти вот трудочасы, получу своё какое-то вознаграждение за это, и смогу поваляться на море в два раза больше. Вот чаще всего выбирается вот это. Только когда уже охотно можешь ты в два раза больше поваляться, то здесь вырастает ещё больше. И здесь уже ты думаешь, ну, как бы, ну и не поваляюсь, ну или поваляюсь уже не в два раза больше, который заслужил, а возьму всё тот же, вот ту же единичку. И получается, что здесь увеличивается, а вот здесь вот состояние «я» уменьшается. И это как раз про то, что вот это вот расширяется, и вот это расширяется, ты куда это можешь унести? Ты хочешь просто поваляться на море, просто, это просто на это нужны трусы. Но ты понимаешь, что с моря ты пойдёшь и будешь что-то ещё делать. Тебе нужно что-то дальше, куда-то прийти, где-то лечь, где-то помыться, где-то постирать, что-то одеть, до кого-то дойти, с кем-то списаться, кому-то позвонить, до кого-то доехать. И вот эта вот вся цепочка, опять же, ведёт вот сюда. Но эта цепочка ведёт вот сюда только из состояния внутренней вечности, что «я живу, я буду жить ещё и завтра». И это, повторюсь ещё, это нехорошо и неплохо. Я ни в коем случае сейчас не даю этому оценку. Я сейчас это раскручиваю туда, что может быть ещё, чтобы вы посмотрели на это ещё вот с этой стороны. И когда вы будете видеть все грани вечности, то есть они же есть и другие грани, но её одну невозможно увидеть. То есть, смотрите, кто-то видит вот так вот ладошку, говорит, какая она широка. А кто-то стоит здесь, и он видит её вот так, он говорит, да, блин, узкая же какая-то, где-то широкую-то увидел. Да? И когда человек себе заказывает эту вечность, заказывает долгожительство, там ещё что-то, неважно, какими путями, он может правильно питаться, у него может быть какой-то правильный образ жизни, или неправильный образ жизни, или там с помощью медицинских препаратов. Неважно. И когда он рассматривает вечность с одной позиции, долгожительство, пусть это так рассмотрим, да, то он всегда будет неудовлетворён, потому что это долгожительство, эта вечность всё время будет крутиться вокруг него, и он её будет видеть не с той грани, с которой у него есть в голове. И вот это вот несоответствие предведёт к разочарованию, а разочарование приводит, как правило, к каким-либо депрессивным состояниям. Снижение нашего уровня аминокислот, который приводит к определённой разбалансировке гормонального фона, и на этой разбалансировке гормонального фона наши внутренние органы работать начинают по-иному, и наше состояние тела тоже работать начинает по-иному. И всё, к чему мы стремились, к этой долгой счастливой жизни, оно сразу же раз нас так и накатывает, чем-нибудь не очень хорошим. И вот чтобы нас не накатывало, чтобы мы понимали, что да, и это может быть, и это может быть, и эту сторону я знаю, то тогда вы будете просто идти вперёд к вершинам самого себя. Давайте, ребятки, почитаю вопросы. Очень здорово, что вас столько много. Здравствуйте, какой у вас сейчас тип питания? Фрукты употребляете? Нет. Никакой тип питания. Надо вечную жизнь войти сквозь тесные врата, а эти врата есть автономия. Ой, ребятушки, как я с вами не согласна. Вы знаете, я вчера, если кто-то смотрит мои сторис, я вчера выставляла, меня пригласила девочка в шикарную баню на берегу моря. Ой, мы прям вообще так кайфанули. С парилочки в прохладненькое море. Это просто вообще пик наслаждения. И для меня у неё очень приятное мышление. И мы с ней, когда встречаемся, уходим так далеко-далеко в дебри неземные. И мы как раз с ней разговаривали, разговаривали, поднимали тему, что происходит, давайте так назовём, с нами, вне тела, когда отключается дыхание. Отключается дыхание, но уже от пятой минуты недыхания уже происходят иные процессы в теле. И там уже дальше. И начали с ней размышлять, что происходит, какие моменты происходят в этом во всём. И она тогда мне сказала вот эту вот фразу. Она говорит, слушай, ещё буквально некоторое время назад, когда я слышала об людях, которые не едят и не пьют, мне казалось, блин, это так нереально, это так космически, это так бомбически. А сейчас я понимаю, что это вообще ничего. То есть не есть и не пить – это самая нижняя, самая лёгкая, самая мелкая ступенька, с чего всё начинается. Это самое простое. То есть перейдя её, вот эту ступенечку, у тебя уже весь твой мир разворачивается по-другому. Мир твоего тела, ты его начинаешь видеть вообще с другой стороны, с другого ракурса. И ты понимаешь, идя всё дальше и дальше, ты понимаешь, что просто вот эта автономия, то, что обычно вкладывается в автономию, не есть и не пить, и минимальное количество сна, давайте так назовём, то это прям вообще начало-начало. Это не вершина к состоянию вечности, где у тебя происходят другие процессы. То есть это только первая ступенька, где у тебя происходят следующие ступеньки. И вот когда у тебя идут уже остановки дыхания, вот там уже открываются. Уже интересненькое. От глупости люди идут на большие героические поступки. Владимир, знаете, я вам скажу, что всё, что происходит в этой жизни, это всё человеческая глупость. Очень много того, что вы вообще делаете, оно ничем не обусловлено. И только, наверное, процентов 30 ваших деланий, ваших действий, они отражаются на вас каждый момент времени. И сейчас, и сейчас, и сейчас. Но 70% они просто вас теребонькают из стороны в сторону. Приветствую всех в настоящем. Здравствуйте, женщина Плодель. Здравствуйте. Такие примеры интересные. Интереснее, например, такой вопрос. Автономия и работа совсем... И работа совсем зачем? Автономия и работа совсем зачем? Ну, если мы говорим... Если мы переводим автономию в другой образ жизни, да, если я правильно вас поняла, то она незачем. Она случается. Она случается по определенным твоим жизненным критериям. То есть ты идешь куда-то, и с тобой это случается. Иди сюда ко мне. Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Борисочка. Иди полежи, что мне так маленечко. Ну, полежи. Ну, полежи. Вот. И она с вами случается. Она незачем. А работа, это, наверное, не совсем работа происходит. А ты тогда уже понимаешь, что ты можешь дать красивого в этот мир. И кто-то помогает людям и делает сантехническую работу, чтобы им было приятнее находиться в своем теле, чтобы они могли помыться, чтобы они могли исправить свою нужду тем, кто кушает. Кто-то строит дома, чтобы защищать людей от тела, от ветра, от дождя, еще от чего-то. Кто-то шьет обувь, одежду. Кто-то, я не знаю, там, подстригает. Кто-то еще что-то. То есть тогда начинает... Ты начинаешь не работать, а ты начинаешь творить. Творить там, где есть твое физическое тело. Ведь твое физическое тело, оно тебе дано в этой плотности, чтобы ты мог через него чувствовать. Чувствовать, ощущать. Пойдешь дальше гулять? Полечка. Бориска. Зачем вы губы филером кололо? Ребята, у меня нет филеров. У меня есть брекеты, и от брекетов губы немножко... У меня, посмотрите, другие эфиры. У меня есть обводка, чтобы были губы более ровные. И все. Филеров у меня нет в губах. Это про татуху очень много у вас. Проблемы с самооценкой... Нет, у меня нет проблем с самооценкой. Тем более, просто вы меня не знаете. И это был у меня определенный момент в жизни, которым мне нужно было это сделать. И люди, которые близки ко мне, и не знают, что это такое. О, боже мой, какой ботекс в лице. Я у косметологов-то никогда не была. Вы мне говорите про ботекс. Не знаю, как ботекс можно понять. Но если вот так вот делается, это же не ботекс. Нет, ты не ботекс. Честно сказать, зачем этот пример? Только время протратился. Ну, не тратьте, можете выйти с эфира. Первая ступень, но очень высокая для преодоления. Ребята, все время самое первое – это самое трудное. Вот, посмотрите даже на себя. Вот, что бы вы ни делали, вы когда начинаете, самое сложное – что-то начать. Преодолеть что-то первое, что-то... что-то начальное. Да? А потом уже... Потом уже ты думаешь, ой, и мне это не сделать. А потом такой, ну как, если я вот это сделаю? Я тоже раньше думала, что остановка дыхания – это вообще не про меня. И даже все время говорила на эфирах ребятам, когда мне задавали вопросы там про дыхание, я все время говорю, ребят, у меня с дыханием другая тема, я с матик, я люблю дышать. Я только недавно начала дышать. И теперь я понимаю, что свобода заключается в другом. Не когда ты можешь дышать, а когда ты можешь и дышать. можете развернуть тему недышания. А что развернуть тему недышания? То есть когда вы... Я же все время говорю, ребят, практикуйте дыхание, дыхание, не дыхание. То есть они же есть абсолютно разные, разные методики. Бутейка, вимхов, посинельник, в общем, очень много. И вы можете подобрать для себя, что вам интересно, что вам удобно, что для вас более актуально по дыханию, что вам подходит. и начать тренироваться. Но только начать тренироваться, это не просто дышать и думать о чем-нибудь. Там сейчас дети придут со школы, нужно там это сделать, муж придет, жена уйдет, это сделать, там подписать, тут еще что-то. Не-не-не, так вообще не сработает, и вы будете очень долго приходить к какому-то состоянию. А вы именно должны ориентироваться на свое дыхание, то есть как вы вдыхаете. Как вы вдыхаете, когда вы вдыхаете, вы прямо должны углубляться внутрь ваших клеток. Что происходит с ними, когда поступает кислород? Что происходит с ними, когда вы выдуваете этот кислород? Выдыхаете. И вот на этом концентрация, и когда вы останавливаете дыхание, когда у вас идет ощелачивание, то есть вы, когда уже не можете дышать, вы зажимаете нос в рот, ну и все про какое-то несколько секунд, ну сколько сможете, прямо вот в таком вот состоянии, чтобы уже там началась вот эта вот паника, ощелачивание. И после этого еще открываете, но если вы, например, на выдохе делали, еще выдыхаете, да выдыхаете, а потом уже идет медленный вдох. И когда вы будете это практиковать, то на какой-то, ну всех по-разному, на какой-то день, через какое-то время у вас будет состояние, давайте мультяшным языком, как я люблю расскажу, через какое-то время у вас будет, знаете, какое состояние, что-то как мультяшная картина, что вы лежите, и даже тут не том, что вы на тело смотрите, а вы выходите из тела, и вам не нужно смотреть на тело, а вы, выходя из тела, вы даже не смотрите куда-то, а вы становитесь этим всем смотрением. И это чувствование, что вы, и вот эта вот свобода, она заключается, знаете, вот через, вот эта свобода, не то, что там, все, я освободился, я освободен, а она чувствуется по-другому, но это человеческим языком, я не знаю, как описать, она уже не концентрируется, нельзя сказать, что это где-то вот в груди, или где-то в живе раскрывается, потому что у вас уже нет груди и живы, вы уже есть все, и вот эта вот тотальная свобода, вот сразу же, что есть все, все есть я, вот то, что я сейчас говорю, это, наверное, будет восприниматься больше как философская какая-то, бла-бла-бла, но когда это идет на прочувствование, на чувствование, то там уже, оно как по-другому уже воспринимается, я даже, я даже не знаю, как сказать правильно, если честно. здравствуйте, есть вариант убрать боль, чтобы встать на гвозди, что сказать уму, очень интересно, что за ней говорят, и прекрасно, ну, смотрите, гвозди, это такое, такая штукенция, я не сторонник, чтобы стоять на гвоздях ежедневно, потому что я, как вы знаете, наверное, я изучаю кинезиологию, анатомию, нейробиологию, и мне интересно, как работают точки, клетки, все вот это вот, и когда человек постоянно стоит на ногах, а на ногах у нас очень много, когда человек постоянно стоит на гвоздях, а на ногах у нас очень много точек, то в определенный момент они у него становятся менее чувствительные, и когда становятся менее чувствительные, то вот на каком этапе, это прямо исследование показывает, на каком этапе он развился, он может очень хорошо развиться, то ему в следующий этап будет вынырнуть очень сложно, потому что у него зафиксировались эти все точки физиологические, и тело его выпустить на следующий уровень самого себя будет давать очень со скрипом. Поэтому если как разовый инструмент, он великолепен, но на гвозди лучше, конечно, вставать с мастером, потому что если вы сами не можете встать, если вам самому больно, то лучше вставать с мастером. У меня, кстати, есть очень хороший мастер, и, наверное, ее можно найти в интернет-пространстве, Ириночка, которая со мной ездила на ретриты, она по гвоздям, это один из лучших мастеров, которых я видела, это действительно мастер от Бога. А вообще, когда вы понимаете, что вы это не тело, то вы можете встать на любые гвозди и стоять на любых гвоздях. Это не говорит о том, что ваше тело не будет чувствовать боли, оно будет чувствовать, но вы просто будете знать, что вы не тело, и вы можете на этом стоять. Кролик тоже автономится, он жорец, как и собака Жора, как и кошки. Нет, кролик у нас все время кушает, все время носиком так. Понятно, но представляю себя автономным, исключаю работу со всем. Но вы тогда представляете себя автономным, что вам ничего не нужно, тогда и вы никому не нужны. Такой вариант тоже автономии возможен, когда вы сам по себе не нужны никому окружающим. Да, вот тут написали, хочу шашлык из кролика. Да, очень часто сами люди же начинают эту жизнь, начинают жизнь своих детей, не осознавая, со лжи, с глобального лицемерия. С глобального лицемерия это когда, знаете, ребеночку вводят прикорм, и одно из самых нежных и гипоаллергенного мяса это кролик. И вот кролика размалывают, дают ребеночку кролика, что вот такая мамочка хорошая, дает гипоаллергенное мяско. И тут же они идут в контактный зоопарк, чтобы погладить этого кролика, чтобы умилиться, какой он миленький, какой он хорошенький, чтобы все было так замечательно. И вот это вот лицемерие, на фоне этого лицемерия вот этот фундамент создается. И что мы тогда хотим от общества? Когда у нас проходят какие-либо массовые мероприятия, когда просят там, чтобы не ели мясо, не носили шубы, отпустили такого-то человека. Но никто и никогда не сказал, что, ой, ребят, я пойду, наверное, работать, я заработаю столько денег, чтобы в наших городах не было вот этих вот загажников этих зоопарков. Я сделаю так, что если невозможно, например, чтобы зоопарков вообще не было, чтобы вообще люди могли смотреть, то я сделаю такие сафари, где звери будут максимально приближены к своей среде. Но мы же как, мы же работать-то ведь не хотим, мы же не хотим ничего делать, мы же хотим быть прекрасными и всем помогать. Мы же все такие замечательные, вокруг нас же все такие беспомощные, и мы им будем помогать. Вокруг нас все такие ущербные, и мы будем им помогать. Вот я вот такой вот, я хочу помогать. Вот я чувствую, что у меня там в роду были вот такие-то маги, такие-то ведьмы, такие-то еще, я сама маг, ведьма, там еще кто-то, вот я вот весь-весь-весь-весь такой. А что ты делаешь такого земного? Ты на этой земле живешь, что ты делаешь земного? Вот я вот хочу стать автономом и работать не буду. Клево. А кому ты нужен-то будешь? Ты здесь, чтобы что? Ты хочешь стать автономом, чтобы что? Чтобы не быть этим обществом, чтобы создать другое, ты уже изначально обесценил то, где ты есть. Очень много лицемерия, очень много пафоса в этом мире. И я люблю работать. Я очень много делаю без оплаты, потому что мне просто приятно это делать. Но я не говорю, что нужно это делать всем. Нет. Но вы должны четко осознавать, что вы делаете. И когда вы водите в зоопарк своих детей, вы тоже должны понимать, что вы делаете. Вы просто приводите детей посмотреть не на животных, а посмотреть, какой вы человек. Мы можем заточить медведя и посадить его в сраные клетки, от которой подойти невозможно, потому что она воняет. В цирк, как мы любим ходить, чтобы смотреть, как там, что там делают животные. Как это прекрасно. Адская боль, Олечка, у вас, потому что у вас есть нерешенные вопросы с самой собой. У вас есть боль душевная, которая вам не дает выйти через тело. Боль та, которую вы носите, которую вы не разрешаете себе открыть. Просто позвольте себе. Боль второй шаг. Боль гуку. Более. 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 оксаночка привет да соскучилась приезжай на новый год к нам будем купаться в речке а я сегодня себе помогла наконец-то бочку наморозила льда мне сын налил воду мы туда уже лед весь который на мороженый был целая морозилка туда уже сгрузили но все равно она не такая холодная как бы мне хотелось но мы еще сейчас морозим льда и еще будем морозить льда то есть я люблю бочку со льдом это прям его на моречка сходя но на сегодня такой ветер сильный вчера и так хорошо покупалась мастер не помог пробовала значит не к тому мастеру ходили смотрите очень часто вот есть две машины да вот бмв не знаю какой он 24 года новая это же машина машина и девятка 80 года это же машина машина но стоимость у них разная функционал у них разные скорость у них разная у них все разное но и там и там машина и с мастерами точно так же ведь мастеров гуру и вообще тьма тьмущая весь интернет в этом быть автономным в гармонии с природой ты не понимаешь о чем ты говоришь ты не можешь быть с природой ты уже есть природа когда ты становишься автономным а социум это просто кошмар каждый первый первый пятый второй ведет безнравственно и тогда получается автономный человек будет для них батарейка или как бездравственно но ты уже поделил это эго это твое эго это твое твоя важность вот я такой хороший вот я такой автономный буду я такой чистый буду я такой замечательный а эти безнравственные тупые людишки ведут нездоровый образ жизни но это же прекрасно это же твои учителя каждый рядом с тобой кто находится это твой учитель что ты от него берешь что ты ему даешь это же так прекрасно что вокруг нас есть абсолютно абсолютно разные люди которые могут эмоционировать которые могут есть то что в нашем понимании некорректно которые могут одеваться так как в нашем понимании неприемлемо это всего лишь социальная программа ты не вышел социальные программы а хочешь пойти к автономии быть в гармонии с природой ты видел хоть одно дерево которое бы стояла мимо люди идут какие-то она стоит все нормально потом идет какая-то он такой раз дерево ветками ооо ты какой-то вот нехороший я тебя не пропущу веточками сейчас защекочу нет же дерево просто есть и и под ним укрывается от дождя укрывается от дождя бабушка открываться от дождя ребенок укрывается от дождя убийца укрывается от дождя проститутка наркоман врач который спасает жизнь а дерево что она просто есть она не оценивает она не дает оценки не им не себе что я делаю какой я хороший я делаю она не делает она просто есть она есть само делание вот когда ты станешь вот этим деланием тогда ты поймешь что такое автономия а сейчас это просто рассуждение о физическом приоритете вне еды и все привет василий виктория у нас здесь виктория есть торичка привет если я правильно понимаю андрей привет люди от страха от ленности торгуют совести а ей невозможно торговать совесть это опять же придуманная человеческим восприятием совестно совестно это когда ты совместно что-то делаешь у нас все слова перековеркали чтобы мы начали бравировать ими друг перед другом не понимая что есть но нам нужно больше внимания обращать на себя они на людей что они делают с чем они торгуют от чего они торгуют более более тиша тиш посади пожалуйста убери борю он провод грызет ему провод мешает и он его грызет либо провод подними вон сюда вас на гитару что вот сюда иди тише провод подними вот на гитару решение проблемы вот сюда вот на гитару повешай его и все все что бурки мешает он это перед своей дорогой сгрызает в том числе и забор в том числе и забор не нене не бери ее в миру стать автономом чтобы свое тело очистить укрепить и украсить хорошо наша философия проста в каждом живом существе присутствует божественная частица и нам хочется и вернуться к остоку позже. Я до конца октября ходил на речку чуть не... Окочурился от холода. Ой, Василий. Спасибо, Светочка, за ответ. Надо, наверное, чуть углом же в себя окунуться, очиститься. Я не говорю, что я лучше, это могут все. Просто не все хотят. Ну, опять же, зачем акцент не все хотят? Или все не хотят? Ты же не знаешь, что они делают? Вообще слова такого все не существуют. Все это никто. Никого нет, кроме тебя. Делать ты. Привет, Торечка. Так, ребятки, ну все, у нас вопросы закончились. Я сейчас уже сижу, я уже мечтаю о ледяной бочке. Боже мой, какая ты прекрасная. Холодная вода. Это просто... Это просто чудо. Присоединяйтесь к нам, ребят, на Новый год. У нас будет очень по-другому. По-другому зайдете в новую энергию. Всех очень-очень ждем. Приезжайте. Если хотите начать следующее летое счастливение в другом вибрационном поле самого себя. Перешагнуть. Перешагнуть, снять с себя то, что есть у вас сейчас. Абсолютно другим человеком зайти. Если готовы, то присоединяйтесь. Светлана, спасибо большое за общение. Рада была быть в твоем поле. Спасибо, Наташечка. Всех люблю. А завтра, либо послезавтра в телеграм-канале сделаем какой-нибудь фельдчик. Может быть, я в просветлении вам расскажу больше о недыхании. куда вы попадаете. Все. Всех обняла. Надолго не прощаюсь. В телеграм-канале увидимся. Ну и на Новый год, конечно же, приезжайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok